Главные события, громкие заявления и поставленные задачи. Это программа «Акценты» в студии Анны Егорова. Здравствуйте! Коллектив РЖД отмечает профессиональный праздник. О достижениях компании говорят на самом высоком уровне. А сам холдинг встречает День железнодорожника целым рядом важных событий. Эти и другие темы обсуждались в рамках ежемесячного общесетевого и селекторного совещания. Встреча главы РЖД Олега Белозерова с менеджерами холдинга и начальниками дорог состоялась 31 июля. Вот какие акценты расставлены. Российские железные дороги демонстрируют неизменно хорошие результаты по всем направлениям деятельности. Уникальные сервисы в пассажирских перевозках, небывалый рост в контейнерном сегменте, развитие инфраструктуры и забота о персонале. Профессиональный праздник железнодорожники встречают с достойными результатами. Роль и условия работы железных дорог в период Великой Отечественной. К 75-летию Победы РЖД рассекретили ряд уникальных архивных документов. Хочу подчеркнуть, что указ президента касается абсолютно всех, без исключения. Социальные программы будут актуализированы и расширены. Холдинг пересмотрит подходы к ключевым направлениям работы в соответствии с указом президента о национальных целях развития страны. К сожалению, вокзал после 30-х годов пострадал от ряда реконструкций. Восстановить и сохранить памятник архитектуры. РЖД реконструировали вокзал в Иванове, а между двумя крупнейшими городами области запустили новый рельсовый автобус. МЦД будет первоклассной железнодорожной линией европейского уровня. Новые объекты московских центральных диаметров. Жители столицы получают транспортную инфраструктуру и экономят время на поездках. Селекторные совещания в преддверии Дня железнодорожника традиционно проходят в РЖД в расширенном формате. Вот и на этот раз в его работе приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих, а также заместитель министра, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев. Почетные гости обратились к железнодорожникам со словами поздравлений и благодарности за работу. В течение последних лет российские железные дороги демонстрируют неизменно хорошие результаты по всем направлениям деятельности. И в этой связи не могу не отметить вашу работу, которую достоилась самой высокой оценки президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Особенно отмечается динамика становления железнодорожного транспорта, как неотъемлемой составляющей городского пассажирского транспорта. Компания уверенно выполняет поручения президента в развитии железнодорожных перевозок. Особенно я хотел бы сказать в развитии контейнерных перевозок. Еще вчера мы ставили себе заслугу рост перевозки несколько сотен. Сегодня мы говорим о миллионах контейнеров. Сегодня железная дорога – это уникальный сплав традиций и инноваций. С одной стороны, традиции, на которых держатся сегодня отрасли, которые дают нам базу для того, чтобы мы двигались вперед, являются незыблемыми, сохраняются. И, с другой стороны, уделяя необходимое внимание инновациям, подхватывая новое, проводя современную кадровую политику, российские железные дороги в этом смысле являются несомненным лидером. И многие отрасли учатся тому, как нужно организовывать работу. Я сегодня поздравляю всех вас, уважаемые товарищи, с профессиональным праздником. Хочу вам пожелать, чтобы каждый на своем месте этот сплав традиций и инноваций использовал в своей работе, не забывал о том, откуда мы вышли, и всегда понимал и чувствовал, куда мы идем. Министр транспорта Евгений Дитрих вручил генеральному директору РЖД Олегу Белозерову вымпел в ознаменовании 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Этого особого знака РЖД удостоены за вклад в социально значимые и мемориальные мероприятия, а также работу по увековечиванию памяти о защитниках Отечества. Профессиональный праздник в РЖД традиционно время не только для поздравлений, но подведения итогов и постановки новых задач. Основные из них прозвучали выступления генерального директора компании Олега Белозерова. Он отметил, что железнодорожный год холдинг отмечает с достойными, а по ряду направлений уникальными результатами. Мы являемся желанными клиентами российских и международных институтов развития. Подтверждением этому является внедрение новых финансовых механизмов. Экологических, бессрочных облигаций, осуществленные в кратчайшие сроки и на максимально выгодных условиях. Мы первыми среди всех российских компаний широко используем новые ресурсные возможности. А это, в свою очередь, позволяет поддерживать инвестиционную программу компаний на самом высоком уровне. Не могу не отметить уверенную тенденцию роста положительных отзывов со стороны самых взыскательных клиентов – пассажиров. Это закономерный результат системной работы пассажирского комплекса в последние годы. Подчеркну, что в сложных условиях текущего года мы регулярно, практически еженедельно вводим новые обновленные объекты, открываем новые маршруты, предоставляем самые современные сервисы. Инновационные решения в сегменте грузовых перевозок, основанные на цифровых сервисах, регламентах, позволили не только обеспечить устойчивость работы, но и привлечь в сложных экономических условиях новых клиентов. В основе достижений лежит труд каждого сотрудника компании. Ваша профессиональная подготовка, преданность железнодорожному транспорту и самоотверженность всегда будут основой успешной деятельности и устойчивого развития российских железных дорог. От имени правления компании, от себя лично поздравляю всех с праздником. Очень хочу пожелать всем, коллеги, здоровья, благополучия в семьях. Об итогах социальной работы в своем выступлении на праздничном селекторном совещании говорил председатель Роспрофжел Николай Никифоров. Он отметил результаты усилий холдинга в непростых условиях пандемии. Мы сохранили персонал, обеспечили выполнение отраслевого соглашения и коллективного договора в полном объеме. За семь месяцев у нас прошла индексация заработной платы, и она подросла на 5%, реально выросла на 2%. Это тоже хороший результат. За последние три года поставлено 317 модульных таблиных, это уже современные пункты, 1122 современных пункта обогрева. Более чем на 27% за три года, коллеги, вдумайтесь, обдавлен парк в служебно-технических вагонах. До этого мы практически 10 лет этим вопросом занимались, но очень слабо. 61% парка локомотивов, с учетом, конечно, поставки новых, оборудован кондиционерами. 22% биотуалетами. Было, хочу подчеркнуть, всего 5%. Существенно продвинулись в планах улучшения специальной одежды и обуви. Почти на 30% снижен производственный травматизм, и таких примеров позитивных можно приводить еще очень много. К профессиональному празднику работники РЖД были удостоены ряда государственных и отраслевых наград. Церемония награждения состоялась в рамках селекторного совещания. Указом президента России Владимира Путина за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Олег Нилов, машинист электровоза ДПО Красноярск-Главный. Галина Верстунина, электромеханик Волгоградского регионального центра связи. Андрей Казарцев, машинист-инструктор ДПО Кочетовка. Валерий Лаврентьев, дежурный мотор-вагонного ДПО Северо-Западной дирекции Скоростного сообщения. Александр Мирошник, дорожный мастер унеческой дистанции пути. Юрий Алексанянц, следственный ремонтник дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению. Владимир Сидоркин, старший электромеханик Розаевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. А также Эдуард Тирских, начальник железнодорожной станции Ту-Таул. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Сергею Бражнику, электромеханику Волгоградской дистанции электроснабжения. И Евгению Молчанову, машинисту электропоезда ДПО «Алтайская». Нагрудного знака «Почетный работник транспорта России» удостоен Степан Пестов, старший электромеханик Орской дистанции электроснабжения. Кроме того, четверо железнодорожников получили благодарности министра транспорта России. Еще шесть человек в соответствии с приказом генерального директора РЖД Олега Белозерова награждены знаком «Почетный железнодорожник УАО РЖД». Троим сотрудникам компании присвоено звание «Лауреат премии Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей». Им вручены нагрудные знаки и дипломы. На этом праздничном селекторном совещании РЖД обнародовали уникальные данные о функционировании железных дорог в период Великой Отечественной войны. Работа по рассекречиванию материалов была проведена к 75-летию Победы. О важных открытиях на селекторном совещании рассказал заместитель генерального директора РЖД Николай Федосеев. Авиаударом подверглась практически вся европейская часть сети железных дорог страны. «Только за июль 1941 года на наши железнодорожные объекты было совершено более 1300 авианалетов. Понятно, что работу на железнодорожном транспорте в таких условиях можно с полной объективностью приравнять к фронтовым действиям». С 1941 по 1944 годы на 200 железнодорожных узлов было совершено почти 20 тысяч авианалетов, сброшено свыше 100 тысяч бомб. Интересно, что если в 1941 году за один налет на железнодорожный узел сбрасывалось около 45 бомб, то к концу войны уже до 400. В этих условиях в грандиозных масштабах велось и строительство новых железных дорог. Было проложено свыше 9 тысяч километров линий. Они обеспечивали потребности армии в перевозках войск, вооружений и грузов. Рассекреченный документ прекрасно демонстрирует алгоритм действий по строительству новых линий на примере железнодорожной ветки «Старый оскол Ржава». Всего за два месяца проложить новую линию протяженностью 95 километров, построив при этом 10 мостов. Основная масса задействованных работников – это женщины. Уже через один месяц и четыре дня после начала строительства по этой совершенно новой дороге, напомню, протяженностью более около 100 километров, пошли к фронту первые эшелоны с боевой техникой и боеприпасами. Уникальные документы были рассекречены во взаимодействии с Минтрансом. Архивные материалы нашли свое место в хранилище музея Октябрьской железной дороги. С ними могут ознакомиться все желающие. Теперь к основным событиям прошедшего месяца. В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Как отметил Олег Белозеров, этот документ будет определять как приоритеты текущей деятельности холдинга, так и перспективные направления работы до 2030 года. На селекторном совещании глава компании говорил об этом подробно. Он подчеркнул, что прежде всего указ носит ярко выраженный социальный характер и по этому направлению предстоит выполнить самый большой объем работы. Наши социальные программы, которыми мы по праву гордимся, будут актуализированы и расширены. Это касается всех без исключения направлений. Здравоохранение, подготовка кадров, образование, культура, спорт, волонтерская деятельность, пенсионное обеспечение. В результате сформулированная нами задача создания условий для развития и реализации человеческого капитала должна приобрести новое качество. Указ затрагивает практически все направления нашей деятельности. Цифровую трансформацию, развитие агломерации, экологию, структурные изменения в экономике. Хочу подчеркнуть, что указ президента касается абсолютно всех без исключения. Каждый на своем месте обязан четко понимать свой вклад и вклад своего подразделения в достижение поставленных целей. Российские железные дороги должны стать основой для скорейшего восстановления деловой активности, перезапуска экономического роста и достижения национальных целей. Подходы к достижению национальных целей в июле обсуждались на самом высоком уровне. Премьер-министр страны Михаил Мишустин огласил их в своем докладе перед депутатами Государственной Думы. По его словам, основой деятельности правительства сегодня становится сервисная направленность. И все, что положено российским гражданам, должно доводиться до них в режиме услуги, в большинстве случаев автоматически. Вопросы реализации такого подхода в деятельности РЖД уже обсуждались руководством компании. И на селекторном совещании Олег Белозеров еще раз остановился на этой теме. Все, что положено, должно в строгом соответствии с коллективным договором доводиться до каждого работника в установленные сроки. Аналогичный порядок в ближайшее время обязательно будет установлен и в отношении наших клиентов и партнеров. Традиционно ко дню железнодорожника РЖД делают своим клиентам, грузоотправителям и пассажирам целый ряд подарков. И этот год, несмотря на все ограничения, не стал исключением. Так в Иванове после масштабной реконструкции открылся железнодорожный вокзал. Качество работ лично проверили генеральный директор РЖД Олег Белозеров и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Подробности у моих коллег. Вокзальный комплекс Иваново – памятник архитектуры. Построенный в 30-х годах прошлого века, он пережил не один ремонт, зачастую не самый бережный. Именно поэтому восстановление и сохранение исторического облика здания стало для железнодорожников главной задачей. В том числе была восстановлена историческая мозаика, которая здесь изначально была полностью... Так что касается мозаики, нам все отреставрировано. Инвестиции в реконструкцию превысили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Работы проведены капитальные. Несущие стены усилили, перекрытие крыш изменили. Фундамент укрепили, фасад обновлен. Внутреннее пространство здания подверглось перепланировке, а все помещения – ремонту. Важно, что строится не только Москва. Для нас, для железнодорожников, важно вернуть долги пассажирам. За последнее время мы сделали очень многое на региональных вокзалах. Следующим этапом, активно прорабатываем, у нас будет работа с платформами, в том числе с новым подвижным составом. А здесь, сегодня, все эти реалии уже воплощены в жизнь. Реконструированы и платформы. Теперь здесь современная тротуарная и тактильная плитка, навесы, энергосберегающие системы освещения и электронное табло с информацией о движении поездов. Пройти к платформам можно по подземному пешеходному переходу. Его раньше не было. Вся инфраструктура в обязательном порядке адаптирована для маломобильных граждан. Я особые слова благодарности хотел сказать Олегу Валентиновичу Белозерову и команде российских железных дорог за то, что взялись за этот сложный проект и постарались, и на мой взгляд это получилось, максимально воплотить задумку архитекторов-конструктивистов, которая была в 30-х годах. К сожалению, вокзал после 30-х годов пострадал от ряда реконструкций, и архитектурный облик был нарушен. Но вот сейчас по максимуму удалось реализовать с комфортом, удобством для пассажиров и с использованием, подчеркну, самых последних технологий с точки зрения перевозки пассажиров. В тот же день Олег Белозеров и Станислав Воскресенский дали старт пригородному сообщению на участке Иваново-Кинишма. Между двумя крупнейшими городами области начали курсировать скоростные рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Время в пути у пассажиров займет полтора часа, что на час меньше обычной электрички. Постепенно «Орланы» вытеснят устаревающий подвижной состав и полностью изменят транспортную доступность региона. График движения согласован с «Ласточкой», которая, единый билет и интермодальная перевозка. Что согласовано? Да, РЖД реализуется. И начальник Центральной дирекции здравоохранения холдинга Елена Житкова. Документ позволит расширить спектр услуг клинической больницы РЖД «Медицина» в Иваново для жителей области. Сегодня мы развернули уже 80 коек непосредственно для города, соответственно, которые оказывают помощь по двум профилям. Это первая терапия и хирургия. Уже со вчерашнего дня к нам прикрепили второй район, который будет обслуживаться в нашем учреждении, соответственно, по полюсам обязательного медицинского страхования. Для этого мы сейчас реализуем большой проект инвестиционной на нашей площадке. Мы вкладываем определенные денежные средства для развития нашей инфраструктуры, делаем ремонт, соответственно, покупаем медицинское оборудование, чтобы та медицинская помощь, которая будет оказываться у нас в учреждении в дальнейшем, она была все-таки на другом уровне, более профессиональным, качественным. И мы могли оказывать уже не только специализированную медицинскую помощь, но и высокотехнологичную медицинскую помощь по нескольким направлениям. Накануне Дня железнодорожника «Ласточка» связала еще два российских города. 17 июля скоростные поезда курсируют между Москвой и Костромой. Событие, значимое для железнодорожного пассажирского сообщения, сыграет большую роль и для экономики региона. С ним связывают развитие туризма и деловых отношений. Высокий статус проекта подтвердило и участие в церемонии отправки первой «Ласточки» высоких гостей. Между Москвой и Костромой всего лишь 360 километров, но тоже дорожное сообщение, которое было до сегодняшнего дня, действительно было крайне неудобно. Нужно было выезжать в ночь, приезжать рано утром. С появлением «Ласточки» эта проблема во многом снимается. Теперь путь между Москвой и Костромой составит 4 часа вместо 6, которые были ранее. Сократится и время проезда до Ярославля – 3 часа вместо 4. Курсировать «Ласточки» будут ежедневно пятивагонными составами. Новый, более удобный маршрут, поскольку старый – это 6 часов, неудобное расписание. Новые – это всего 4 часа, абсолютно новый подвижной состав, несколько классов обслуживания. От 799 рублей начинается стоимость билета, удобство, комфорт. В Ростуризме рассчитывают, что новый маршрут в два раза увеличит количество желающих посетить Костромскую область. Целый ряд транспортных объектов в июле был открыт для жителей столицы. Например, еще одна, уже четвертая в этом году новая станция, появилась на втором московском центральном диаметре. Остановочный пункт Курьянова улучшит транспортную доступность почти для 350 тысяч жителей районов Марьино и Печатники. Раньше, чтобы добраться до ближайшего метро, им приходилось ехать на автобусе. Новая станция сократит время в пути на 25-30 минут. Жители ЖК теперь смогут экономить большое количество времени, примерно в три раза, если они пользуются городским транспортом. Сэкономят и деньги, потому что система МЦД-2 полностью интегрирована в соответствии с решением мэра в систему городского транспорта. А накануне профессионального праздника железнодорожников была открыта еще одна крупнейшая станция московских центральных диаметров – Нахабино. Одноименный вокзал стал конечной точкой второго диаметра связывающего поселок Нахабино на западе Подмосковья с городом Подольск на юге. Символический запуск работы обновленного инфраструктурного объекта дали глава РЖД Олег Белозеров, столичный городоначальник Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Нахабино стал 13-м вокзальным комплексом, построенным в рамках развития инфраструктуры московских центральных диаметров. В дальнейшем мы планируем вместе с российскими железными дорогами, коллегами из Подмосковья, построить еще 14 вокзалов. Это вот программа на ближайшие годы. И, по сути дела, МЦД будет первоклассной железнодорожной линией европейского уровня. Второй диаметр улучшил транспортное обслуживание жителей подмосковных городов Нахабино, Красногорск, Подольск и сократил их время в пути в среднем на 30%. Железная дорога перестроилась и перестраивается, прежде всего, под пассажира. Если раньше речь шла о том, что железнодорожники могут сделать вот так и никак по-другому, на сегодняшний момент мы вместе создали абсолютно уникальный график движения, который подчинен исключительно требованиям пассажира. Раз в 10 минут идет электричка, вписаны и грузовые поезда, и дальние, и другие. Канун профессионального праздника железнодорожников был отмечен большим событием и для грузовых перевозок. В конце июля в подмосковный терминальный логистический центр «Белый Раст» прибыл первый регулярный контейнерный поезд из китайской провинции Леонин. Его встречали министр транспорта Евгений Дитрих и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Передвижение состава по территории России осуществлялось с рекордной скоростью – 1300 км в сутки вместо обычных 900. Мы обладаем существенным преимуществом сейчас, скоростным, по доставке контейнеров из Азии и из Китая в Европу. Объем прироста, и вот мы сейчас видим, железнодорожный транзит растет намного быстрее, чем все другие виды транзита. По некоторым направлениям более 100% мы приросли к предыдущему году. Мы вместе с Министерством транспорта организовали электронный документооборот, когда происходит предварительное декларирование, и практически без остановки контейнер идет из начальной точки в конец. «Белый Раст» – совместное предприятие РЖД и компании «Порт Леонин». С долями 51,49% соответственно. Участники проекта договорились с администрациями двух стран, а также таможенными органами, о создании «зеленого коридора». Загруженные в начальной точке товары проверяются только в конце пути. Это в разы сократило время доставки груза. Это прекрасный перспективный вид доставки, который при помощи цифровых сервисов позволяет обрабатывать контейнеры универсально, накапливать в нужные моменты, собственно, запускать их в дальнейшую работу, и существенно повысить транзитные объемы, которые проходят через территорию нашей страны. По образцу «Белого Раста» в нашей стране будет создано еще 18 площадок. Этому поспособствует федеральный проект «Терминально-логистические центры». В рамках официальных мероприятий по встрече поезда подписано соглашение о включении «Белого Раста» в эту государственную программу. Таким был прошедший месяц. В сентябре мы вновь подведем итоги и сделаем выводы, поймем перспективы и расставим акценты. В студии для вас работала Анна Егорова. Всего доброго и ровного пути!